Да, как меня уже представили, зовут меня Бойко Антон. Я являюсь Microsoft Azure MVP. MVP это не Minimal Valuable Product, также это не Model View Presenter в данном контексте. В данном контексте это Most Valuable Professional. И, собственно, по традиции, которую начал прошлый докладчик, я расскажу пару слов о себе. Собственно, кто я такой? Ну, во-первых, я разработчик. Я занимаюсь с Дотнетом уже порядка 10 лет. То есть можно сказать, что это технология, которая меня кормит. Я с ней практически с основания. А, собственно, для души, для удовольствия я занимаюсь нодом и джаваскриптом. Ну, потому что они реально прикольные. Кроме того, я позиционирую себя как клауд-инженер. Я работаю не только с Azure, я работаю также с Amazon Web Services. Просто по той причине, что, как говорится, врага нужно знать в лицо. Да, поэтому смотрим туда, смотрим сюда. Везде есть свои плюсы и минусы. И это помогает реально быть хорошим специалистом. Также я являюсь комьюнити-лидером. Помимо того, что я MVP, я основатель очень молодого, но гордого, как говорится, широко известного в узких кругах украинского Azure комьюнити. Если вам интересно, я могу потом рассказать более подробно о нашем сообществе. Мы регулярно проводим встречи, в том числе тоже с трансляцией. Так что можем пообщаться тоже на эту тему. И кроме того, я консультант. За то время, когда я работаю консультантом, через меня уже прошло порядка 30, даже чуть больше облачных проектов. Как вы видите, эти проекты были абсолютно разные, начиная от 5 пользователей и заканчивая 5 миллионами пользователей. А также я провожу очень много тренингов, вебинаров и так дальше. Это я все не только по той причине, что, как говорится, себя не похвалишь, ходишь как оплеванный, а просто по той причине, чтобы подкрепить идею о том, что мне и вправду есть что рассказать. Поэтому вопросы из зала категорически приветствуются. Ну, давайте едем дальше. Собственно, что у нас сегодня по адженде? Мы поговорим немножко про масштабирование, чем она является и чем она не является. Мы поговорим про то, какие есть пути масштабирования. Мы поговорим, собственно, о том, что нужно разделять и властвовать, а также узнаем, что разделять и властвовать над кем. И потом углубимся чуть-чуть в детали. Я покажу несколько вот таких практических рекомендаций, с чего можно начать свое погружение в именно масштабирование вашего веб-приложения. Скажите, пожалуйста, перед тем, как мы начнем, кто работал с какими-либо облачными сервисами уже? То есть независимо от того, какой был вендор там, Microsoft, Amazon, Heroku, AppHarbor, ну, то есть был какой-то опыт, да? Отлично. Собственно, тот доклад, который я подготовил, он явно не привязан ни к одному вендору. Это просто набор практик. Вы можете с одинаковым успехом использовать это для любого облака. Итак, масштабируемость. Что такое масштабируемость? Ну, в принципе, определение взято из Википедии, и оно вроде как довольно очевидно, да, что масштабирование – это способность системы выдержать там большую нагрузку при условии, что мы ей дадим больше ресурсов. Это то, чем масштабирование является. И, в принципе, это очевидно и не так интересно. Но хочу привести первый пример относительно масштабирования, а точнее его отсутствия. Кто знает такую сеть обмена файлами, точнее, такой как протокол обмена файлами, как Gnutella? Это то, что дало в свое время начало торрентам. Торрент уже, скажем так, смотрел на Gnutella, видел ее ошибки и сделал более качественный протокол. Но, тем не менее, здесь очень вот такой яркий пример того, как это работало. Когда вам было необходимо найти файл в сети, с вашего компьютера отправлялся запрос на другие компьютеры. Если файл там не находился, то те компьютеры передавали этот запрос дальше на тех, кто с ними связан, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Это идеальный пример системы, которая не масштабируется вообще. Почему? Потому что, в принципе, легко понять, что вот, казалось бы, вроде такая простая и, на первый взгляд, безобидная идея приводит к тому, что в основу протокола заложена, по сути, суть DDoS-атак. Потому что генерируется очень много трафика, и, по сути, этот трафик реально почти никому не нужен. Дальше. Пример второй. Тут уже более хороший пример, скажем так, позитивный. Как работают DNS? Хороший пример, как построена реально масштабируемая система. У нас есть корень, то есть это отец всех отцов. Без него нельзя. От корня у нас есть зоны верхнего уровня, например, COM, например, UA. От них есть другие зоны, и так дальше, и так дальше. Этот слайд нужно, кстати, читать по-арабски, справа налево, на самом деле. Ну, DNS всегда так работает, что его нужно читать по-арабски. Но основная идея в том, что почему система DNS хорошо масштабируется. Потому что когда вам нужно узнать, допустим, на какой IP-адрес вас переведет конкретное имя, вы обращаетесь к вашему ближайшему DNS-сервису, серверу, да, он вам уже может вернуть ответ. У вас уже не будет настолько много трафика, который гуляет по сети, и который после никому не нужен. Вам не нужно каждый раз подниматься к корню, да? Дальше. Самое важное – это то, чем масштабирование не является. Вот тут часто возникает очень много путаницы. Масштабирование – это ни в коем случае не performance tuning. Это вещи, которые часто идут вот рука об руку, очень рядом, но тем не менее это две абсолютно разные задачи. Для того, чтобы чуть лучше проиллюстрировать, что они из себя представляют, собственно, что такое масштабирование. Я думаю, что все, кто в школе проходил базовый курс физики, помнят, как работает система блоков. Когда нам нужно поднять какой-то большой груз, мы можем пропустить веревку через несколько блоков, таким образом у нас будет уменьшаться та сила, которую нам необходимо приложить, чтобы груз поднять. Вот это, по сути, и есть ваше масштабирование. Вам нужно выдержать нагрузку в два раза больше, но тем не менее у вас есть только один человек, который тянет веревку. Вы ставите в два раза больше блоков, ваша система промасштабировалась, человек может поднять груз. Отлично. А performance tuning – это когда мы берем и вот эти блоки просто смазываем маслом, чтобы нам их было легче проворачивать. То есть это вещи, которые, я же говорю, идут обычно руко-обруку, но тем не менее это разные задачи и решаются чуть-чуть по-разному. Дальше. Как мы можем масштабировать нашу систему? Немножко слайдов из раздела капитана очевидность, но тем не менее я хочу, чтобы в контекст попали все. Первое – это вертикальное масштабирование. Здесь видно плохо, но тем не менее. У нас есть, допустим, какой-то сервер, у которого один процессор и 4 гигабайта оперативной памяти. Мы хотим в 4 раза увеличить этот ресурс. Соответственно, получаем 4 процессора и 16 гигабайт оперативной памяти на все том же одном сервере. Вот мы промасштабировались вертикально. Ресурсов у нас стало больше. Какие у нас есть плюсы этого масштабирования? Оно очень простое и понятное. Ну и вправду, да, у вас там приложение начинает тормозить, потому что больше пользователей. Вы доставляете, допустим, там больше оперативной памяти, но все нормально, как бы теперь работает быстрее. Дальше. У нас получается хорошая утилизация ресурсов, но к этому заявлению мы вернемся чуть позже, когда я расскажу про горизонтальное масштабирование. Из недостатков. Обычно изменение количества ресурсов можно сделать только тогда, когда сервер выключен. Если вы работали с виртуальными машинами, то я думаю, что вы сталкивались с тем, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, чтобы увеличить ресурсы вычислительные, виртуальные машины, ее нужно выключить. Соответственно, как это будет выглядеть в продакшене? К вам начинают ломиться пользователи. Вы понимаете, что ага, сейчас мы ляжем, и мы ложимся. Добавляем ресурсы, встаем, вот теперь такие мы молодцы. На это мы потратили какое-то время, не знаю, минуту, две, пять, десять, неважно. Важно то, что у нас был довольно большой даунтайм, и как мы это объясним нашим пользователям? Мы можем, конечно, им показать страничку, что, простите, мы сейчас, сейчас машинист угля еще подбросит, и вот еще чуть-чуть, и мы поедем быстрее. Но многих пользователей это может раздражать. Поэтому есть второй подход. Горизонтальное масштабирование. Собственно, когда мы берем и получаем те же самые четыре ядра и те же самые четыре гигабайта оператива, просто размноженные на четыре сервера. Здесь тоже есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы масштабирования без даунтайма. То есть начинает приходить много пользователей, ваш сервер начинает там потихоньку загибаться, он начинает там дольше думать над выполнением запросов, но тем не менее вы уже дали команду на увеличение ресурсов, даунтайма у вас не будет. У вас новые ноды поднимутся, включатся в какой-то балансировщик нагрузки, и прекрасно все это дальше будет работать. Дальше. Есть такая вещь, как то, что используя горизонтальное масштабирование, вы по сути явно-неявно увеличиваете доступность вашей системы. А увеличиваете вы ее почему? Представьте, что у вас случилась какая-то проблема с вашим сервером. Сгорела оперативная память, там, не знаю, выпала сетевая карта, там, баба Маня мыла пол серверной, да, там ей провода мешали, она их выдернула на 5 минут, помыла, потом обратно вставила. Ну, ситуаций бывает много. И когда у вас 4 сервера, да, то проблема на одном из них, она не влияет на ваше приложение. Когда у вас всего один сервер, пускай там, да, у него куча ядер, куча оператива и так дальше, да, но на нем сгорела планка оперативы, сбойнула операционная система, все приложение лягло, да. Здесь же за счет масштабирования вы получаете в том числе и прирост в доступности. Дальше. Из недостатков. Не любое приложение поддерживает горизонтальное масштабирование. Да. Самый простой пример. Я знаю, что такие люди есть, поэтому не прячьтесь, да. Это люди, которые работают с ASP.NET Web Forms и которые знают, в чем боль сэшн стоит. Да. Значит, в данном случае у нас боль заключается в следующем, что по умолчанию балансировщик нагрузки может перебрасывать запросы от одного и того же пользователя на разные сервера, да. Соответственно, сохранение состояния сеанса нам нужно обеспечить самостоятельно. Если пользователь перешел на второй сервер, там нету данных о его сеансе, да, то пользователь вроде как был залогинен на сайте, ходил, 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 хоба, балансировщик его кинул на другую ноду и внезапно пользователь из системы вылогинился. Ну, конечно же, это будет ему неприятно. Или же, если он, допустим, ходил по интернет-магазину, набирал себе товары в корзину, да, корзина хранилась в сессии, его перекинул балансировщик на другую ноду, хоба, корзина снова пустая. Ну, конечно же, никто вас за это по главе не погладит, поэтому, если вертикальное масштабирование можно использовать всегда и везде, и на любом приложении, то горизонтальное должно быть к этому готово. Вот. Также у нас может быть такая ситуация, что горизонтальное масштабирование так или иначе позволяет нам использовать меньше полезных ресурсов. За счет чего? Казалось бы, что в одном, что в другом случае у нас 4 ядра и 16 гигабайт оперативной памяти. Суммарно получается. Ну, теперь давайте посмотрим на следующее. Сама операционная система, когда стартует, она под себя отжирает, там, пускай 100 мегабайт, 200, 300, неважно. В случае вертикального масштабирования она их отжирает один раз. В случае горизонтального она их отжирает столько раз, сколько, собственно, у вас серверов. Поэтому, опять же, как бы важно вот об этом помнить, что вроде как количество ресурсов вы получаете одинаковое, но, как обычно, есть детали. И то, что сегодня тоже говорилось в сюжете однократно, что серебряное поле, к сожалению, нет. То есть я не могу сказать, хоть я больше люблю горизонтальное масштабирование, но я не могу сказать, что горизонтальное масштабирование – это ответ на все вопросы. То же самое и с вертикальным. Дальше. Переходим к чуть более интересному. Разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй – это не мой креатив. Это просто тот, скажем, самый короткий совет, который я могу дать тем, кто хочет построить масштабируемое, высокодоступное приложение не только в облаке, а в принципе. Итак, первое. Разделяй приложение. Тоже довольно простой и, скажем так, не новый совет – это то, что приложение лучше разделять на какие-то слои. То есть отдельно клиентская часть, отдельно API, отдельно приложение, отдельно там Data Access Layer, за ним там база данных и так дальше, и так дальше. Зачем нам нужно это разделение? Потому что так или иначе, используя такое разделение, мы сможем выявить какие-то вот именно трудности в масштабировании какого-то одного слоя. Часто бывает такое, что у нас вот именно узким бутылочным горлышком является какой-то один слой, и нам нет необходимости масштабировать всю систему в целом. Мы можем промасштабировать только ту часть, которая реально в этом нуждается. Дальше. Опять же, тоже такой совет довольно простой. Не пытайтесь решить вот общую задачу, да, вида системы немасштабируемо, надо исправить. Да, вот прилетел вам такой тикет в джире. Система немасштабированная, надо сделать ее масштабируемой, типа 40 часов на выполнение. Пытайтесь как-то выделять отдельно, что сначала мы займемся масштабированием там этой части, потом этой и так дальше, и так дальше. И, конечно же, когда вы сделаете разделение на модули, вам в дальнейшем будет намного проще, и сам процесс именно работы над системой будет намного более прозрачным. Дальше. Относительно того, что мы будем покорять. А покорять мы будем, собственно, нагрузку. Сан Цзу в своей книге «Искусство войны» сказал примерно следующее, что если вы знаете вашего врага и знаете себя, то, грубо говоря, вам практически не о чем волноваться. И это на самом деле очень важная фраза. Почему? Потому что первое, что нужно сделать перед тем, как вы начнете реально писать какой-то код или выполнять какие-то другие действия, это, собственно, определить, что вы хотите решить. То есть, возвращаясь к тому, что я говорил раньше, постановка задачи вида «Моя система не масштабируется, хочу исправить» это не постановка задачи. Нужно конкретно определить, что именно не масштабируется и почему не масштабируется. И в каких сценариях не масштабируется. И только потом уже можно будет что-то с этим делать. Ну и также, конечно, нужно понимать, какие есть сильные, какие есть слабые стороны. Исходя из этого, тоже принимать соответствующее решение дальше. Ну, например, что может быть сильными, что может быть слабыми сторонами. Вот как уже говорилось неоднократно, что тот же Node.js имеет очень сильную сторону. Это именно асинхронная обработка запросов. То же самое, как, например, на Node.js, и пытаться решать такие задачи, как, допустим, конвертация видео. Это не самое лучшее решение. Для этого лучше, конечно же, выбрать какую-то другую платформу. Самое главное, всегда думайте головой. То есть, независимо от того, что бы я сегодня не говорил, все равно, когда принимаете конкретное решение, всегда нужно еще раз подумать. Итак, история приложения, которое называлось Website Content Analyzer, которое было разработано в стенах DataArts. Почему я рассказываю об этом приложении? Я, кстати, забыл упомянуть, хотя в коридорах это немножко обсуждалось. Если бы меня спросили, являюсь ли я сотрудником DataArts, я бы сказал и да, и нет. Почему? Потому что на данный момент я им не являюсь, но тем не менее, я два года проработал в киевском офисе DataArts, и в киевском офисе DataArts я как раз вот начал поднимать практику именно использования облака Microsoft в реальных проектах. Насколько я знаю, то сейчас DataArts тоже очень хорошо выступает и вот по этому направлению. И одно из демо-приложений, которые мы разработали, чтобы научить людей и чтобы показать вот именно, как мы умеем работать с этими практиками, это было приложение, которое позволяло пользователю взять какой-то веб-сайт и проанализировать его контент. Причем он мог выбрать алгоритм анализа, и он мог выбрать там, допустим, на какую глубину ссылок ему нужно опуститься. Как это работало? Пользователь подает запрос на клиентское приложение, клиентское приложение подает запрос на API, запрос вида. Хочу проанализировать сайт URL такой-то, глубина ссылок такая-то, алгоритм анализа такой-то. Эта задача попадает в очередь задач и пока что остается там. Дальше у нас есть отдельная часть системы, которая называется Downloader, то есть загрузчик. Он забирает эту задачу из очереди и выполняет следующее. Первое. Собственно, качает эту страницу, ну то есть самого HTML, и сохраняет ее в хранилище. Дальше, поскольку у нас уже есть скачанная страница, которую мы можем начать анализировать, он отдает задачу дальше анализатору и говорит, вот у меня уже есть новая страница, значит проанализируй. Кроме того, он сам в свою же очередь делает что? По текущей странице строит дерево ссылок, то есть, грубо говоря, ищет все теги А и сам себе накидывает дальнейших задач в очередь для того, чтобы их выполнять. Дальше. Анализатор забирает задачу из очереди, забирает контент из хранилища, делает свою невероятную магию и записывает какие-то результаты в хранилище для результатов, откуда они, собственно, легко и просто отдаются пользователю. Что в этой схеме самое интересное? Самое интересное то, что по сути любой слой может обслуживаться любым количеством потоков, любым количеством виртуальных машин, не суть важна. То есть, приложение масштабируемо, и мы можем масштабировать не только все в целом, как говорил один докладчик пару лет назад на конференции, когда я его спросил, а как вы масштабируете приложение? Он говорит, ну вот у меня есть платиновая кредитная карточка, вот мы денег туда кинули, и вот оно промасштабировалось. Говорю, ну так тоже можно. Но здесь, тем не менее, мы можем это делать более грамотно. Именно за счет архитектуры. Задача вторая, история вторая. MapReduce. Кто знает, что такое MapReduce? Отлично. Ну да, то есть MapReduce – это как раз другой шикарный пример, как построено масштабируемое приложение. Давайте представим, что у нас есть, не знаю, какой-то, допустим, лог телефонных звонков, и нам нужно его проанализировать. Допустим, мы будем пытаться выявить какие-то агрессивные настроения публики из-за того лога телефонных звонков. Значит, у нас, в моем случае, я приводил пример на базе Hadoop, у нас есть набор сервировка, где хранятся эти данные просто в виде файлов. Запускается процесс MapReduce. Сначала запускается алгоритм Map, который принимает на вход строчку из текстового файла, и он обязан вернуть, скажем так, принадлежность этой строчки к конкретному ключу. После чего запускается алгоритм Reduce, который по конкретному ключу получает все значения и должен посчитать какой-то результат. И вот в результате, я привел тут пример, как мы будем считать количество каждого слова в тексте. Например, слово «чай» у нас встречалось три раза, слово «ты» встречалось один раз. Почему MapReduce так хорошо работает? Потому что за счет вот именно такого подхода, разделения на две ступени, мы можем каждую задачу обрабатывать отдельно, независимо от другой, на, по сути, любом сервере. MapReduce вот даже, кстати, хорош тем, что мы можем масштабировать наше приложение с практически линейным приростом производительности. Дальше. Немножко про шаблоны, которые используются для того, чтобы сделать приложение более масштабируемым. Самый простой, с которым, я думаю, сталкивались все, это, собственно, кэш статического контента. У нас есть пользователь, у нас есть сайт, на котором мы храним какие-то HTML-страницы, JavaScript, CSS, картинки и видео, и вроде бы все работает неплохо. Но как только пользователей становится больше, наш веб-сайт уже может не выдержать эту нагрузку, причем на самом деле по очень глупой причине. А эта глупая причина, она выразится следующим образом. Когда нам нужно, допустим, через сетевую карту этого сайта прокачивать видео каждому пользователю, это может забить весь наш канал. То есть, по сути, у нас ресурс сервера будет простаивать по процессорам, по оперативной памяти и так дальше. Сетевая карта будет загружена практически на 100%, и веб-сервер будет реально ничего не делать. Один из самых простых способов, как мы можем от этого избавиться, это разделить отдельно ту часть, которая непосредственно является веб-сайтом и занимается, допустим, генерацией HTML, то есть при условии, что HTML генерируется и вправду динамически. А все, что является полностью статическим, то есть картинки, видео, JavaScript, CSS, вынести отдельно в то, что называется Content Delivery Network. В результате чего у нас, скажем так, для того, чтобы поставлялся сайт пользователю, будет проходить немножко уже другой путь всего этого. Нам пользователю будет выгружена HTML-страница. В этой HTML-странице у нас просто вместо ссылок на эти файлы с одного домена будут, по сути, ссылки на эти же файлы, просто там с другого домена или с другого IP-адреса. У этого подхода есть тоже свои плюсы и минусы. Собственно, первый плюс – это то, что он очень простой и понятный. Все, что нам нужно для того, чтобы это сделать, это, по сути, поменять доменное имя на статических ресурсах. Это очень легко мы можем сделать, а также за счет того, что мы используем CDN, мы можем ближе доставить наш контент к нашим пользователям. Что это означает? У нас наш веб-сервер, поскольку он является относительно дорогой частью системы, будет находиться где-то в одном дата-центре, там в одном регионе, а пользователи у нас находятся по всему миру, и мы в других регионах можем не выкупать вот именно целые веб-сервера, а можем арендовать только CDN-ноды, только для того, чтобы вот этот вот большой и толстый контент, допустим, как видеофайлы или картинки, транслировать пользователю не с глобального сервера, а с какого-то локального, который к нему намного ближе. Таким образом, в том числе ускоряя работу системы. Но есть и ряд недостатков. Собственно, первый – это то, что если мы занимаемся кешированием нашего контента на CDN, то нам нужно либо же ждать, пока пройдет TTL, для того, чтобы контент на CDN не обновился, либо же как-то явно уведомлять CDN о том, что вот этот файл обновился, пожалуйста, перекешируй его. А также есть другой недостаток, который не совсем явный, но иногда он играет важную роль. Это то, что наш контент будет поставляться, по сути, с другого IP-адреса. Почему это может быть плохо? Это может быть плохо, если мы хотим работать, например, по протоколу HTTPS и хотим прибиндить туда свой сертификат. Это не то, что плохо, это для нас просто больше затрат получается по деньгам, потому что нам нужно покупать более дорогой сертификат, либо же несколько. А, да, и есть еще один недостаток, это то, что в зависимости от реализации CDN у нас может быть усложнен процесс деплоя, но в случае, если нам нужно часто передеплоевать, делать редеплой файлов, которые находятся на CDN, то за счет этого этот процесс может быть усложнен. А может и нет. Все зависит от того, как настроен непосредственно процесс развертывания. Дальше. Второй шаблон, который мы тоже уже немножко поговорили, это балансировка при помощи очереди. Задача примерно следующая. У нас есть пользователь, он загружает свои видео на веб-сайт, допустим, на YouTube, после чего эти видео где-то как-то обрабатываются, допустим, переконвертируются в разные форматы, чтобы их можно было транслировать на разные устройства. Если у нас пользователей становится много, то у нас запросов на наш воркер, который занимается обработкой, может прийти тоже намного больше. И, как вы видите, вот, допустим, у меня на схеме четыре файла я могу обрабатывать сразу, но, тем не менее, мне пришло больше задач, то есть мне пришло шесть задач, и вот эти две задачи хоть тоже обрабатываются сейчас, но, по сути, это приводит к тому, что это все тормозит систему, во-первых. Во-вторых, это может привести к тому, что из-за сильно большой нагрузки система просто выйдет из строя. То есть при большой загрузке процессора, при большой загрузке каких-то других ресурсов, той же оперативной памяти, система может просто поломаться и выйти из строя, и все эти задачи просто потеряются и не будут выполнены. Поэтому можно использовать чуть другой подход, собственно, для пользователя все выглядит точно так же. Он загружает свой видеофайл нам на ресурс, но у нас есть очередь задач, в которую мы отправляем сообщение. Переконвертируйте, пожалуйста, это видео. Дальше, когда у нас просыпается воркер, он из этой очереди сообщение забирает и начинает выполнять задачу. Когда у нас появляется больше пользователей, видите, они накидали нам еще задачи, сейчас у нас в очереди стоит шесть задач. Три из них благополучно смог забрать этот воркер, и он работает теперь как раз так, как и мы от него рассчитываем. То есть мы смотрим, например, вот на этой машине, оптимальным для нас является перекодировка четырех файлов в один момент времени. Поэтому четыре файла мы перекодируем пока что здесь, остальные задачи остаются ждать в этой очереди. Кроме того, на случай, если у нас появился новый воркер, на который мы можем скинуть эти задачи, он точно так же забирает их из очереди и начинает над ними работу. Самое приятное, что есть здесь, вот в этом подходе, это то, что мы можем динамически менять количество серверов, которые обслуживают наш веб-сайт, мы можем динамически менять количество серверов, которые занимаются переконвертированием видео. Никаких изменений в коде приложения не потребуется. Именно за счет того, что мы используем очередь как единый какой-то канал для коммуникации. Собственно, то, о чем я уже говорил, это является преимуществом, но недостатком является то, что если у вас в системе этого нету, а используется тот подход, который я показал в первом слайде, то у вас может уйти в принципе приличный кусок времени на то, чтобы вашу систему переделать и научить работать с новым механизмом. Также, если вы обратили внимание, очереди по сути это односторонний механизм коммуникации. То есть вы отдали задачу в очередь, сказали, я хочу, чтобы эта задача была сделана. Грубо говоря, поставили в бэклог. Когда она будет сделана, явных каких-то гарантий у вас нет. Вам нужно постоянно проверять, как ее статус. И в том числе еще один недостаток, это то, что за счет вот этой асинхронной работы, за счет того, что нужно постоянно опрашивать, проверять текущий статус очереди или же выполнение задачи, то внедрение очереди в проект может увеличить, скажем так, время ответа от конечной системы. Дальше. Следующий шаблон, который у нас есть, это, собственно, разграничение задач по модификации и выборке данных. Здесь схема работы следующая. У нас есть база данных, у нас есть пользователь, он работает с приложением. Приложение использует какой-то стандартный крут подход для работы с данными. То есть create, read, update, delete, например, это может быть какой-то entity framework, это может быть хибернейт, если вы пришли из джавы и так дальше, и так дальше. То есть какая-то ORM. Когда у нас увеличивается количество пользователей, эта ORM и эта одна база данных, она может стать для нас реально очень узким местом. Почему? Потому что данные какие-то пытаются выбраться, какие-то данные пытаются записаться, у нас начинаются какие-то блокировки, у нас начинаются какие-то там гонки за ресурсы, коллизии и так дальше, и так дальше. И на большом проекте бывает такое, что вот этот entity framework или же хибернейт становится реально бутылочным горлышком и становится проблемой. На самом деле задача масштабирования именно там баз данных, особенно реляционных баз данных, это очень тяжелая задача, но есть несколько способов, как можно ее упростить. Заключается это в следующем, что у нас есть пользователь, и мы разделяем отдельно интерфейсы модификации данных и выборки данных. Также обычно в этом случае рекомендуют даже держать две базы данных, и вот здесь за шариками, наверное, не всем видно, но тем не менее, там есть еще один квадратик, который указывает на синхронизацию. То есть у нас есть отдельно база данных, в которую мы записываем, и вторая база данных, с которой мы читаем. Между ними как-то у нас настроена синхронизация. Каким образом? Ну, это не суть важна, важно то, что по сути это именно две разные базы данных. Соответственно, когда приходит больше пользователей, нам все-таки чуть-чуть проще масштабировать нашу систему, как минимум за счет того, что у нас, получается, запросы от этих пользователей уже не идут на какой-то один ресурс, а они уже раскидываются непосредственно от задач, либо же на запись, либо же на чтение, по разным ресурсам, и нам как-то проще с этим справиться. Соответственно, плюсами данного подхода является то, что мы можем отдельно управлять нагрузкой на запись, отдельно управлять нагрузкой на чтение. Кроме того, чтение может быть легко промасштабировано горизонтально. По статистике, порядка 80% запросов, которые у нас приходят к базе данных, это обычно запросы на выборку. Поскольку база данных, которая используется для чтения, она по сути работает в режиме read-only, то нет никакой проблемы в том, чтобы оставить одну базу данных на запись и поставить там три сервера с базой данных на чтение. И синхронизацию проводить с одной базой данных на запись сразу на три базы данных, которые работают на чтение. Таким образом, с любой вот этой ноды мы сможем по факту прочитать одни и те же данные и сможем легко промасштабировать вот именно запросы, которые приходят к нам на чтение. Дальше. Недостатки. Внедрение этого подхода может занять еще больше времени, чем внедрение, собственно, очередей для обмена сообщениями. Почему? Потому что, по сути, для того, чтобы внедрить этот подход, если у вас его не было раньше, вам нужно ваш Data Access Layer полностью вытянуть и написать, грубо говоря, с нуля. Дальше. Использование такого подхода может очень быстро привести к тому, что система станет очень громоздкой и очень неуправляемой. Поэтому к этому подходу нужно подходить реально с головой и только в том случае, если и вправду вы ожидаете, что это вам как-то поможет. То есть, опять же, как я говорил раньше, нет универсального решения. И для того, чтобы понять, поможет вам это или нет, вам нужно собрать максимально много данных о текущей проблеме. То есть, тоже то, что я говорил, это определить, с чем вы собираетесь бороться. И только после этого, собственно, нужно начинать бороться. Шардинг. Тоже такая интересная штука. У нас есть пользователь, у нас есть база данных. Вот пользователя зовут Чарли, его данные находятся в этой базе данных. Пока что все хорошо. Приходит новый пользователь, добавляются данные, база растет. Приходит еще пользователь, еще добавляются данные, база растет и так дальше, и так дальше. Конечно, такой сервер можно тоже масштабировать вертикально, но рано или поздно вы упираетесь просто в то, что вам не хватает реально ресурсов. У вас начинает или тормозить жесткий диск, или уже не хватает оперативной памяти, вы там, казалось бы, уже лупанули, не знаю, там 64 гигабайта оперативной памяти на сервер, все равно его мало, и докупать еще это может быть уже неоправданно дорого. Можно попытаться использовать такой подход, который называется шардинг. Что он из себя представляет? Мы берем нашу базу данных, большую, по пользователям, и разбиваем ее на несколько маленьких баз данных. Таким образом, в каждой базе данных у нас хранятся данные только по одному пользователю. Но, тем не менее, эти базы данных сохраняют, скажем так, одинаковую схему, сохраняют все констрейнсы, которые в них были, и так дальше. То есть схема одна и та же, просто connection стрингов несколько за счет того, что данные по пользователям разбиваются по разным базам. Какие у нас здесь плюсы? Собственно, мы можем нашу систему хранения данных масштабировать горизонтально практически до бесконечности. Добавляя, добавляя, добавляя новые маленькие базы. Мы можем очень легко управлять нагрузкой на любые операции на этих шардах. За счет чего? Допустим, у нас есть 10 пользователей, часть из них на каком-то тарифном плане стандарт, а есть там двое на тарифном плане премиум. Мы можем те шарды, которые отвечают за тарифный план премиум, разместить на более качественном, более быстром оборудовании, за счет чего у нас, собственно, с теми данными будет работа происходить быстрее, а с теми, которые на стандартном тарифном плане чуть медленнее. То есть, как один из вариантов. Но недостатков здесь на самом деле тоже немало. И первое – это то, что по-хорошему у вас никогда не будет возможности делать запросы между шардами. То есть, грубо говоря, вот в том примере, который я показывал, где у меня данные по трем пользователям, допустим, это опять же интернет-магазин, разбил данные таким образом, у меня есть история покупок отдельно первого, второго, третьего человека, и я хочу выполнить в базу, казалось бы, безобидный такой запрос. Я хочу посчитать, допустим, сколько суммарно товаров у меня купили за прошлый месяц. Количество, сумму, не суть важна. Если бы это было на одной базе данных, это пишется элементарный select с вером по дате от такой до такой и без вариантов. Здесь же мне нужно как минимум отправить три запроса. И, кроме того, мой data access layer в моем приложении должен быть настолько умный, что он должен сообразить, что нужно отправить три запроса и после этого еще и самостоятельно провести агрегацию. То есть он получил три ответа от трех баз данных и после этого он должен сам еще раз это все сложить и только потом уже вернуть ответ куда-то там наверх приложения. соответственно почему я все это рассказываю, потому что когда мы принимаем решение о том, как нам разбивать базу данных вот на эти отдельные шарды, мы должны определить для себя такое понятие, что у нас будет ключом разбиения. То есть что у нас будет являться вот именно указателем того, на какой сервер нам конкретно ломится. Пример, почему мы можем разбивать по пользователям, ну допустим у нас есть какая-то банковская система и мы храним данные по кредитным картам. Соответственно подавляющее большинство запросов это когда пользователь заходит там в свой какой-то личный кабинет и смотрит историю по своей кредитной карте. Но иногда сотрудникам банка тоже нужно получить доступ к этим данным. Это более редкое явление, поэтому там можно немножко и пострадать. и собственно тоже о чем мы уже немножко поговорили, что вот эти запросы между шордами могут дать, могут заставить вас писать реально очень большое количество дополнительного и казалось бы ненужного кода. И кроме того это обязательно приведет к тому, что у вас будет дополнительная избыточность в вашей базе данных. Почему я это говорю тоже про дополнительную избыточность? Допустим, вы принимаете решение о том, чтобы использовать для ключа разбиения идентификатор вашего пользователя. Представим опять же себе структуру таблиц в базе данных банка. У нас есть таблица кредитные карточки, у которых конечно есть внешний ключ на таблицу пользователей. А теперь представим себе таблицу логов по кредитной карте, у которой есть внешний ключ только на таблицу кредитных карт. Потому что только он ей и нужен. Но вот эту таблицу логов вы не сможете разбить по разным серверам. Потому что таблица логов ничего не знает о пользователе. Поэтому в таблицу логов вам придется вводить дополнительный избыточный ключ, который будет указывать на таблицу пользователей и уже только потом вы сможете ее разбить. То есть так или иначе вы обязательно будете вынуждены ввести какую-то дополнительную именно избыточность в вашу схему. И опять же напоследок всегда думайте головой. И немножко затянул я по времени, но тем не менее если у кого-то есть вопросы, очень прошу задавайте. ВОСТОЧНЫЕ 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 ВОСТОЧНЫЕ